Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа, с вами Владимир Добров, мы говорим о супер-турнире Вейконзири. Шестой тур принес интересные результаты и сегодняшняя партия дня, о которой мы поговорим, будет партия Александра Донченко против Альреза Ферунжа. Ну а результаты накануне пересечения экватора следующие, результаты шестого дня. Итак, мы видим, две результативные партии состоялись в туре, и Хорден Ван Форест одержал первую победу над испанским шахматистом Давидом Гехаро, ну а вот Альреза Ферунжа, скажем так, для многих, безусловно, тоже приятный результат принес, для многих болельщиков этого молодого и яркого таланта, он в свою очередь обыграл Александра Донченко. Но, скажу, забегая вперед, что партия была далеко не самой простой и не самой качественной, однако начинка в ней была достаточно интересной. Итак, приступим к разбору этой партии, Ферунжа играл черными, Александр Донченко, дебютант соревнования, имел белый цвет. Итак, в итоге был разыгран такой гибрид, так называемый Ферзио Гамбит, связанный с Рогозиной, в итоге который перешел в классическую, что ни на есть, систему Ноте Боума. Система Ноте Боума, известного шахматиста, в общем-то она возникла форсированно после следующих ходов. Итак, Б3, Конь Ф6, а прошу прощения, Слон Б7, конечно, да ни в коем случае нельзя перепутать. И после БЦ, Б4, Слон Б2, Конь Ф6 возникла известная Таби. Таби, которая игралась уже на протяжении многих-многих лет. Вариант очень интересный, вариант обоюдоострый. И оценки варианта, конечно же, менялись. И вот одним из классических, так сказать, планов, который стал наиболее перспективным, стал ход Конь Д2, который поддерживает движение Ф4 с последующим возможным и Е4. Основная идея белых в том, чтобы защититься от такого вот хода Е5. Но у черных свои козыри, это прежде всего далеко надвинутые пешки. А5 и Б4, они могут в какой-то момент двинуться, в частности, если удается пешку с Д4 убрать у черных в прекрасную стоянку на Ц5. И часто черные, даже путем жертвы пешки Е, это поле занимает, эту позицию для коня образовывают. Ну а белые, соответственно, стремятся играть в центре, как я уже сказал, по возможности захватить пространство полностью. И вполне возможно потом открыть своих слонов и сыграть на короля. И вот после хода Конь Д2, черные сразу же ответили Е5. Ход, в общем-то, стандартный. Но не сказать, что пользуется он очень такой хорошей репутацией, опять-таки. Тем не менее, ход на игру. Брать, конечно же, здесь не очень удачно, потому что после хода ДЕ у черных есть как Конь Бет Е5, так и, возможно, еще и ход Конь С5. Но это дело такое, дело в косом. Конечно, на Е5 проще взять. И поэтому Донченко сыграл С2. С2, Ф7, все эти ходы разумны. И здесь, пожалуй, первый момент, где надо было начинать, точнее, продолжать играть по классическим канонам. Классические каноны были связаны все-таки с ходом Д5 и изменением рисунка борьбы. В этой позиции Александр Донченко сыграл очень мягко. Он сыграл H3. Ход явно не из этой оперы. И теперь черные имеют определенные темпы для улучшения своей позиции. После хода H3 последовал подготовительный ход ладей Е8. Достаточно крепкий классический ход. Опять-таки, белым необходимо сейчас на что-то решаться. И Александр сыграл слон Б3. Ну что же, ход, в принципе, вполне разумный. Можно было слону также отправлять и на А4. Единственное, что он где-то под размен слонов попадал. Который, возможно, на руку черным. Но, так или иначе, после хода слон Б3, белые в некоторых позициях, возможно, играют С5. И впоследствии отправляют коня в район поле Д6. Феруджи сыграл А6. Предложил высказаться. И Александр сделал достаточно невнятный ход. На мой взгляд, и этот ход оказался явно неудачным. Опять-таки, он сделал ход коня в 3. Коня таким образом сделал два таких вот передвижения. Сделал ход и конь Д2. Потом вернулся на Ф3. И на руку, скорее всего, это оказалось черным. Естественно, Феруджи здесь поднимает очень сильный ход. Ход ладья А6. Ход просто гениальный. Идея этого хода в том, чтобы при случае ладья, после, скажем, взятия на Де, конь идет на Е4, и ладья в некоторых вариантах может отправиться даже на поле Ж6. Очень глубокий позиционный ход. Очень сильное решение, которое, конечно, надо похвалить иранского мастера. Итак, ладья А6. Конь бьет Е5. Конь бьет Е5. Решил Донченко изменить структуру. И здесь сыграл Феруджи конь Д7. Может быть, более амбициозным все-таки был и конь Е4. Потому что конь в любом случае направлялся на С5. Но здесь периодически еще дополнительные какие-то мотивы, связанные с торжением конь на Д2. Однако, видимо, сыграв конь Д7, он полагал, что будет работать с пешкой Е5. И пытался как бы сохранить прежде всего пешке паритет в пешечном материале. Так, Ф4 все-таки Донченко сыграл. Сыграл достаточно принципиально. Пытался эту пешку защитить. Однако, у черных теперь сверхпростая игра. Конь С5. И теперь пешки начинают двигаться. В то время как пешки белых пока стоят. Однако, опять-таки, забегая вперед, пешки в какой-то момент могут пойти. И они пошли. Итак, слон С2 спрятался пока. Донченко спрятал слона. И после хода А4 возникла достаточно крайне интересная позиция. Который белым необходимо было играть очень конкретно. Так как пешки уже совсем близки к дальнейшему продвижению. И пошел вперед ходом Ф5 Александр. И, в общем-то, мы знаем, что он никогда не боится пойти вперед. В партии с Каруан у него был похожий момент. Когда, в общем-то, он совершенно неясно стоял. Пошел вперед. И, кто знает, сыграя по-другому, у Каруана мог бы там иметь проблемы. Но последовал ход Б3. Насколько Б3 ход необходим, был вопрос серьезный. Может быть, стоило и с А3 начать. Но Б3 ход разумный с другой стороны. После хода слон Б1 мы видим очень занимательную позицию. Два слона с центральными пешками и с поддержкой ферзя. Имеют возможность атаковать черного короля. В то время как у черных есть определенные мотивы, связанные с ферзевым флангом. Опять-таки, в некоторых вариантах можно жертвовать качество на Е5. Ну и вот такой момент у черных сейчас был. Итак, Ферруджи здесь сделал не очень удачный ход ладья Е8. И вот этот момент, наверное, стоит отметить. Здесь был момент для взятия на Е5. То есть, отдать качество. И получить какую-то странную позицию. Но я думаю, что Ферруджи изначально свою позицию оценил как то, что он должен играть на победу. Всеми возможными способами. Конечно, слон Б4, потому что Ж6 нельзя из-за слон Бежи 6. Ну и скажем, вот такая позиция, которая могла бы возникнуть. Не знаю, здесь ЖФ может быть. А может быть, белым стоит промежутки сначала взять ФЖ. И потом, конечно, пойти в Ферзь Д4. Но, так или иначе, прошу прощения, позиция была бы весьма запутанной. Но, возвращаясь к партиям, надо отметить, что после хода слон Б1 Ферруджи ошибся, сделал ход ладья Е8. То есть, ладья Е5, скорее всего, ход был правильный. После хода ладья Е8, Донченко не заставил себя ждать, сыграл Е6. Александр идет правильным путем, пытаясь взорвать позицию черных. Конечно же, на ФЕ просто нет времени. Из-за хода Ф6 с победой, то есть, белые разрывают позицию черного короля. Поэтому приходится терпеть. И вот забросил Ферзя, как говорится, в глубину. Ферзь на Ж3 заходит. Атакуем пешку Ж2 и пешку Е3. И здесь начинается череда очень серьезных ошибок и неточностей, в которые вверх берет Ферруджи. Необходимо сыграть было Ферзь Е2. И таким образом контролируя и пешки, и сохраняя ресурсы атаки. В этом случае у черных серьезные были бы неприятности. А ладья могла бы не приковываться к защите, а отправляться через поле П4 в район поле Ж4. То есть, Ферзь Е2 был здесь критическим ходом, критическим выбором. Вместо этого Александр делает очень слабый ход ладья Е2. Таким образом приковывает и свою ладью. Теперь она неактивна. И, в общем-то, попадает под еще дополнительный ресурс. Следует ответная любезность. Следует ход Ф6. Здесь уже стоило брать. И на Ф6 холодно, опять-таки, брать. И выясняется, что белые здесь не могут добиться успеха, так как привязаны к защите пешки Ж2. Ну, а то есть холоднокровие здесь черных не то чтобы выручал, но приводило к быстрому успеху. Но вместо этого последовал ход Ф6, который, по большому счету, опять-таки, переворачивает оценку. Стабилизирует позицию дочерка ходом слона Д4, конь Е4. И здесь следует еще одна серьезнейшая ошибка. Это ход слона Д4, после которого черные стоят совершенно без проблем. Ну, а что надо было сделать? Надо было пойти Ладея Ф3. И выясняется, что у Ферзя нет нормальных полей. Скажем, в частности, на АЖ5 оставлять его крайне опасно. А на поле Ц7 он попадает под раздачу после хода Ладея Ф4. То есть, очень сложно черными сейчас предпринять защиту от многочисленных угроз. В частности, скажем, сейчас уже где-то слон Е4 угрожает. Потом врыва Ферзя. А на отход коня, то есть, белый просто стабилизирует позицию ходом слона Д3. Ну, в общем, этот момент был пропущен. И рискованно, возможно, были проблемы со временем. Дочерк взял. И вот здесь, конечно, черные уже совершенно без проблем стоят. Потому что их пешки могут в какой-то момент ринуться. Ф5 и Е6 потенциальной слабости. Ц4 также в опасности в некотором роде. Ну, и от белых нужна очень крепкая точная игра. Итак, постарался Дониченко здесь заблокировать. После Ладея Ц85, Король Х7 и Ферзь Д2 возникла еще одна критическая позиция. И Ферруджан подкрутил ходом Б2. Это, в общем, стандартный такой ход. Но ход далеко не сильнейший. Потому что белому стоило продемонстрировать хладнокровие, взять слоном на Б2. После чего, в принципе, Ладея Ц5, Ферзь Д4. Надо еще доказывать, что здесь позиция равная. Скажем, ну, объективно, ничего сложного здесь в достижении равенства вроде нет. Есть даже такое решение, как Ферзь Бе4 с идеей Король Х2. И, по большому счету, здесь, конечно, все должно быстро завершиться в ничью. Но параллельно, наверное, можно сыграть еще Экто. Тем не менее, Дониченко перекрутился. И здесь съел Ферзь Зем. Это оказалось решающей ошибкой. Теперь черные врываются на первый ряд. И после некоторых продолжений, вторая Ладея готова также проникнуть на Б2. Уже угрожает перекрытие. Перекрытие от защиты пешки Ж2. И после Ферзь Ф2 партия завершается очень быстро. Следующими ходами перевод Ферзь Б8 очень важный. И Король Белых гибнет. В общем-то, такая вот партия. Конечно, немножко нервная со стороны обоих противников. Тем не менее, не безошибочная. Точнее, тем не менее, да. То есть, я хотел сказать, что нервная. Очень большое количество ошибок как раз-таки. И вполне возможно, все случилось из-за того, что были проблемы со временем. Ну что же, Феррур уже идет дальше. Он преследует лидеров. И одерживает важную победу черным цветом. Ну и давайте посмотрим на результаты таблицы. Вот такая ситуация после шести туров. Впереди Нильс Гранделиус. Продолжает пока он лидировать. Но лидеров преследующей группе прибыло. И стало их больше. Целых шесть человек преследует Нильса. И к ним присоединился Ферурджин. Андрей Сипенко тем временем завершил партию в ничью. И имеет 50% отметку. Все впереди. Сегодня уже седьмой тур. Который как раз таки переломный, возможно, для кого-то станет. Начнет ли побеждать Карлсон? Большой вопрос. И вот сейчас мы посмотрим, какая у нас сегодня заруба намечается. Итак, крайне интересные пары. Особенно интересно паре Ферурджин Дудом. После победы Ферурджин может быть окрылен. И кто знает, сможет ли сегодня Дуда вообще с ним что-то сделать. Или будет просто раздавлен. А может быть все будет наоборот. Это мы увидим. Ну и, конечно, Фабиан Куруана против Фаршелограмма. Безусловно, крайне интересная пара. Которая заслуживает тоже серьезного внимания. Ну а Магнус Карлсон будет экзаменовать Харе Кришну. Скорее всего, каких-то ферзевых гамбитах или испанских партиях. Ну что ж, друзья. Вот такой вот был обзор. Надеюсь, вы получили ряд эмоций. Ряд положительных зарядов на выходных. Ну и следите за новостями. Смотрите за Вейконзеем. Будем благодарны вам за ваше внимание. Ну что ж, друзья. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует.